МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрий вечір, шановні друзі! За плечима мого сьогоднішнього співрозмовника десятки прекрасних ролей. Його любить не одне покоління театральних і кіногурманів. Сьогодні у нас в гостях народний артист Росії Еммануїл Пітерган. – Еммануїл Гедеонович, добрый вечір. Я очень рад вас сегодня видеть здесь, в Москве. Вы знаете, Эммануїл Гедеонович Пітерган. Вы смеетесь уже. Имя, отчество, имя отца и фамилия – все необычное. Откуда это? Эммануїл, Гедеон і Пітерган? – Ну, во-первых, Эммануїл, да, мы знаем, что это имя Христа, да, с нами Бог. Хотя странно было бы в нашей семье, потому что папа коммунист всю жизнь был, и семья была атеистически настроена, никакого отношения к церкви не имела, никакого. Не только к православной, но и к той, в которой национальностей мы находимся. Может, кого-то из родственников звали Эммануїлом, нет? Звали брата мамы, которого убили в погроме в Одессе. Вообще, все мои родные и близкие, все одесситы, все. В Одессе были погромы? Конечно, конечно, конечно. Ну, то, что кого громить было, понятно, но кому громить тоже было. Тоже было, и этих всегда тоже найдется энное количество людей. Да, вот в честь, в память его маминого брата, вот я был так назван. А что касается фамилии, Геделон, да, тоже царь еврейский. Да, очень-очень тех дальних-дальних времен. Вот это папина было имя, хотя всегда его звали Геннадий. Упрощали все. Не царское это имя. Не царское, да. А что касается Витаргана, меня довольно часто спрашивают на творческих вечерах. И фамилия какая-то такая непонятная. Вы прибалт или вы немец? Но никто ни разу не сказал, вы еврей. А я еврей, чистокровнейший просто. Ну, я отвечал, что вы знаете латынь. Вита – это жизнь, да, и орган. Это жизненный орган, Витаргана, жизненный орган. Так что такая сложная фамилия, имя, отчество. У вас ведь весь род из Одессы, и по папиной, и по маминой линии. Все. Просто когда я... Меня единственные, кто уехал из огромной семьи. У папы было 10 сестер и братьев. У мамы 11 сестер и братьев. Когда я приезжал на каникулы в Одессу, я не успевал за 2 месяца всю родню обойти свою. Полкладбища Одесского моих родственников. У вас до сих пор кто-то есть в Одессе? Очень немного осталось, совсем очень много. На кладбище там и дяди, и тети, и братья двоюродные, и племянники уже есть, к сожалению. Когда вы ходите по Одессе и всматриваетесь в лица людей, вы понимаете, что той Одессы больше нет или что-то еще осталось? Я не знаю, мне как-то... Я бы не делал таких резких выводов. Во-первых, потому что я не жил в Одессе, так сказать. Но у меня были замечательные, совершенно потрясающие родственники, истинные одесситы. Единственные, кто уехал из Одессы, это были мои родители. И они меня случайно родили в Баку. Папа окончил Одесский мукомольный институт, инженер мукомол. Война, и он ездил и восстанавливал мукомольную промышленность. Поэтому мы прожили в большом количестве городов Советского Союза. Баку, Ставрополь, на Кавказе, Астрахань, Ленинград, потом опять Астрахань. И все города, и даже там, где мы не жили, почему-то считают, что я их земляк. Я не сопротивляюсь, говорю, да, хорошо, я земляк. С удовольствием желаю вам всего самого хорошего. Так что вот такая история, город для меня наиболее дорогой сегодня, да, это Астрахань. Там лежат мои родители. Поэтому я ежегодно там бываю, хотя я там прожил с 4 по 10 класс. Я осознанно помню вас как актера, я помню маленьким увидел фильм «И это всё о нём», где вы играли от этого уголовника Аркадия Заварзина. Костолевский Евгений Столетов, положительный герой, вы отрицательный. И все серии подозревали, что я его убил. Сбросили с поезда, по-моему, да? Да, потом, оказывается, я его не убивал вовсе. Но вам этот образ, конечно, отрицательного героя очень удался. И я, следя за вашими киноролями, понимаю, что вас часто приглашали на роли то агентов ЦРУ, то каких-то негодяй, вообще мерзавцев, просто отпетых. Переиграл огромное количество, действительно, мерзавцев и поражён, что люди ко мне так замечательно относятся. А ведь не каждый актёр соглашался играть мерзавцев, правда? А я наоборот соглашусь. Почему? Я вам скажу, ну, во-первых, не вам рассказывать это. И писатели, и драматурги, и сценаристы выписывают отрицательные персонажи. Лучше всегда. Конечно, всегда лучше. Такая жизнь мясистая, и её прожить очень интересно. Вообще, для меня до сих пор загадка. Мы появляемся, вроде бы, все люди одинаково на этот свет, да? Но почему кто-то превращается в такого, а кто-то превращается в такого? И поэтому я никогда не отказывался от отрицательных персонажей. Мне очень хочется, и продолжается хотеть. Я какой-то, наверное, то ли ненормальный, то ли я не знаю что. Я до сих пор, мне кажется, что люди, приходящие в залы театров, кинотеатров, и видя ту жизнь, которую я проживаю, на экране, либо на сцене, ну, на сцене я больше играю положительно. Должны бы возненавидеть, казалось бы. Да, нет, чтобы люди должны понимать, что это не способ проживания в этой жизни. Какая самая глубокая, на ваш взгляд, роль отрицательная ваша? Вы знаете, вот вы назвали это все о нем, да? Физика. Заварзина, да? Вы просто попали, действительно попали. Потому что в кино у меня не было ни одной роли помощи, сравнимой с моими ролями на театре. Ни одной. Это беда? Это не беда, но во всяком случае я благодарен, потому что театр для меня – это мой дом. Но от театра ведь ничего не останется, правда? От театральных ролей? Останется моя жизнь, которую я там провел. Кино-пленка, ее можно посмотреть через 50 лет и дальше, а театр все сыграли, люди ушли. Вы же знаете, наша профессия очень похожа на… Я не знаю, где в Киеве стоят эти девочки. У нас они стояли на Тверской. У нас на Окружной. На Окружной. Сейчас перенесли туда. У нас профессия такая, не мы выбираем, а нас выбирать. Вот и все. Поэтому нет-нет, ни в коем случае не отказывался. Я от положительных отказывался. Потому что раньше, вспомните, положительный герой, он даже делал вид, что он не знает, откуда и почему дети происходят. И выходят на этот свет. Неинтересно. Сейчас, слава богу, сейчас уже иное время, да, и положительный герой может и ошибаться на экране, да, или на театре, там. Сомневаться. Сомневаться, да, мучиться, делать попытки суицида, там, ну и так далее. Так что, нет-нет, и ничуть об этом не жалею. Так получилось, что вот 2008 год, и вот сейчас 2009, и такие юбилеи. 2008 было 50 лет уже творческой деятельности. Кошмар. Глядя на вас и не скажешь, что столько. А в этом году 70. Я тоже так вижу, что мне уже многовато лет, когда, вот я сейчас там озвучивал свой фильм, в котором я снимался, вижу себя на экране. Думаю, о, кажется тебе действительно под 70. А так не ощущаешь совсем, когда. А есть какие-то комплексы у вас по этому поводу, что вот 70 уже? Нет-нет, совсем никаких, но, наверное, просто физически я устаю быстрее, чем раньше. Но это естественно, да, когда молодой человек, он более... Я знаю, вас ведь долго не выпускали за границу, почему? Там никакой такой истории не было, глупость была просто большая. Действительно, я, живя в Ленинграде тогда, еще и снимаясь в фильме «Миссия в Кабуле», и мы должны были снимать и в Кабуле, в Афганистане, ну, еще до всех событий этих афганских, тех наших еще, еще до этого, еще до того, как Громов там руководил, да, армия, наш, значит, областной начальник. И в Индии. Я впервые должен был выехать за границу. И мы с женой купили чемодан, да, будем туда что-то покупать. И два дня за два, наверное, позвонил директор фильма. Ко мне очень хорошо относился он. Он говорит, ты знаешь, ты не летишь. Я говорю, как я не летю? Он говорит, не приставай ко мне, я не хочу тебе объяснять. Вот, пожалуйста, вот обком партии Ленинградский, кабинет такой-то там, Марья Ивановна какая-то сидит. Я пошел. А я до этого... Наивный человек, да? Да нет, я был совершенно... Для меня... У меня даже не было никаких поводов, чтобы в чем-то сомневаться. Вы уже много снимались? Да, дело даже не было. Я был председателем Совета Дружины Пионерской. Я был членом комитета комсомола. Порядочный человек. Нормальный советский человек со значком комсомольским, со всеми делами. Я прихожу в обком ленинградский. Действительно сидит женщина, которая, очевидно, идеологией руководила. Не знаю, я уже не помню, с халой такой, знаете, помню, прическа была. Да, это забыть нельзя. Я говорю, вы знаете, как странно. Вот мне сказали, чтобы я к вам зашел. Вы не могли бы мне объяснить, почему я в Индию не лечу? Она говорит, могу. Еврей. Знаете, в цирке у клоунов, да, они когда плачут, там они нажимают фигуру. У них... С фонтаном. И у меня так же. Она как мне сказала это. И у меня... В халу. Вот и все. Вот в этом заключалось. А потом я ездил... Обида была сильная? Ну, было жуткое непонимание, потому что действительно никогда папу исключали из партии. Тоже вот. Было дело... Не так муку молол или что? Было дело врачей. Помните, было знаменитое дело врачей. Так этого мукомола почему-то из партии... Ну, в белом халате, наверное, подумали, что... Ну, потом вернули. Он жутко переживал. Вот это переживания были. Вот это да. А я был молодой. Ну, ну, я-то... Ладно. Не выпустили режиссера-постановщика этого фильма. А его по той же причине? Квини Хидзе. Леня. Да. Он по фамилии мама, а папа у него еврей. Ну, так тоже виноват, конечно. Да. Так же вот такая история. Вспоминается это с улыбкой, хотя, конечно, это принесло много огорчения. Вы фактурный такой крепкий мужчина. Я знаю, что у вас однажды был случай, когда вы не побоялись вступить в рукопашную с вооруженным хулиганом. Что это была за история? А-а-а... Там, наверное, это... Вы знаете, не в рукопашную. Просто так интересно было. Это было в Ленинграде. Там, я ехал на троллейбусе. Нет, я шел пешком. Я шел пешком. Анечков мост, да, знаменитый, да, конь. И я перехожу через этот мост и иду дальше по Невскому. И остановка троллейбусная. И как раз подошел троллейбус, открылись дверцы. И выскакивает парень, молодой, моряк. В руке у него... В развалочку. Да, в руке пистолет. Он явно, ну, просто то ли наколот, то ли что-то. И он идет быстро очень. И проходит мимо меня. Мне надо было... Я даже не подумал об этом. Я взял и вырвал у него пистолет. Слышишь? Из руки. И он... И все. И я зажал и продолжаю идти. По коду. Он там вертится, орет уже просто. Я прошел немножко пистолет у меня. Зачем я это сделал? А если бы я схватил... И что с пистолетом потом было? Потом я выбросил его, Санечка, у моста. В Неву? Да, да. В фонтанку. Вот такая история. Она не была ни на защите кого-то там персональной, очевидно. Просто вдруг, ну, автомат какой-то сработал. Фантастика. А если бы зацепил, а он же глупо, да? Он уже мог меня пристрелить. Вы заговорили о троллейбусе, но на вас же в троллейбусе покушались, пытались сейчас и снять, да? Это тоже история замечательная. Сейчас мы какие-то страшные истории рассказываем. Интересные. У вас передача на ночь глядит? Нет? Мы напугаем людей. Они будут спать. А это была действительно история очень интересная. Я в театре Маяковского, я играл знаменитого флотоводца, Нельсона, да, с Наташей Гундаревой. И он же очень мощный человек с решительнейшим характером. С одним глазом, да? С одним глазом. И после спектакля я вышел, сел в троллейбус тоже, а у меня дом, несколько остановок на Краснопрестинском. И я еще в этом спектакле, вообще после спектакля, я отхожу обычно часиком к трем ночи. Я сел и подсаживается какой-то человек. А вот до этого был где-то день рождения у меня. В общем, мне подарили часы. Это было давно. Хорошее? Сейка. Тогда это было просто. Ну, конечно. Сейка. Он говорит, сколько времени? Я говорю, столько-то. Он говорит, какие хорошие часы. Я говорю, да, хорошие. И так не глядя друг на друга в троллейбусе. Там несколько человек еще в троллейбусе сидит. Он говорит, ну, может, хватит, поносил. Потрясающе. Я говорю, да нет, я только начал куда-то носить. Он говорит, ну, давай снимай. Я говорю, не могу снимать. Вот так разговариваю, просто тихо, спокойно. Я еще в Нельсоне, который руководил всем и вся, значит. И Леди Гамильтон, значит, целовал только что Наташу Гударю. Он говорит, снимай. Я говорю, нет, он говорит, снимай, это получишь перо. Я говорю, ну, вставь это перо себе в то место, куда обычно... Нельсон. Да. Куда его вставлять. Он говорит, ты сейчас договоришься. И матом так. Очень сдержанно. Я, наверное, не поражаю. Ты что? Он вдруг видит меня. Говорит, извини, извини. Как же я не... Прости меня, пожалуйста. Хочешь, я сниму часы со всех, я отдам тебе. Оказывается, от того, что... Кстати, вот об отрицательных персонажах. Обычно, когда мы ездим на гастроли куда-то или на съемки, то меня всегда встречают и на перроне, или в аэропорту представители КГБ тогда было, а это ФСБ сегодня. Ну и так далее. Вот из этих органов. Погреться в лучах славы. Да, и они, им очень интересно, да, они меня берут на экране, там, или на сцене, им интересно вот пообщаться. Ну, общение, естественно, ну, где, ну, в парилке, я не знаю, там, да, выпить чаю, условно называют. И они в одной из таких... Это было в Калинине, в городе Калинине. Как он сейчас... Тверь. Тверь, да, да, да. И он говорит, а не хочешь выступить в тюрьме? Я говорю, хочу. Мы же очень... Интересно. Любознательные, да, интересно. Потом вообще мы питаемся людьми, да, так же, как и нас жрут, приходя и глядя на нас в театре, либо в кино. Конечно. И вот я попал туда, в тюрьму. Это было очень интересно. Очень. Там несколько человек, такие паханые, которые не выходят практически. Они... Кончился срок, они тут же выходят, что-то сделают, только чтобы вернуться назад. Там библиотека очень приличная. Они задавали мне такие вопросы, которые в обы... А у меня... Я проводил очень много творческих вечеров. Мне это очень нравится. Потому что на творческом вечере я могу сказать то, что я говорю. Опять-таки обмен. Обратная связь. Да, конечно. У меня нет текстов никаких авторских. Это мое понимание этой жизни. Я об этом говорю нормально абсолютно. И вот так мы общались. Там часа три я с ними там провел. Выходим. Мне говорят, а в женскую не хочешь? Я говорю, ну интересно, конечно. А то, оказывается, чуть ли не через дорогу женская. Через подземный ход провели. Вокруг меня, значит, идут ребята, полковник, там все эти дела. Начальники. А женщины почему? Летом женщины там их выстроили, значит, такими. Ну почему? Меня поразило. Во-первых, они все, значит, в платочках и накрашены очень. Губы особенно. И очень теплая одежда какая-то такая. Телогречки какие-то странно летом. Я иду, и меня окружили, значит, идем сквозь этот строй. И я слышу ухо этого бытащего страха. Оттуда от женщин, значит, несется. Я все поворачиваюсь. А полковник, который меня сопровождает, говорит, может, хочешь? Потрясающе. Я говорю, нет, не хочу. И я вхожу в зал, вот полный зал, значит, женщин. И совершенно ненарочно я вдруг с самого начала начал говорить о детях. Просто не знаю, почему. Я не потому, чтобы вызвать какой-то... Все в слезы. Все, весь зал в слезы. И мы с ними часа четыре, наверное, так замечательно провели. Вот один из этих людей попался, мужской который, попался вот мне в троллейбусе. Он говорит, мы так хорошо с тобой беседовали. И еще раз, извини, еще раз, хочешь, я сниму часы, всех остальных отдам тебе. Вот такая история. Театр Маяковского, в котором вы очень долго служили, не был, в общем-то, каким-то особенно модным театром, в отличие от Таганки, современника, МХАТа. Но, тем не менее, вот золотое десятилетие у него все-таки было, когда едва ли не все премьеры становились событиями в театральной Москве. В чем был секрет того периода в режиссере Гончарове, в созвездии прекрасных актеров? Что это было? Произошло, здесь вы правы абсолютно, произошло такое совпадение. Гончаров и, конечно, совершенно потрясающий артист. И этот театр занимал определенную свою нишу. Что за коллектив? Ну, давайте перечислим. Джигарханян наверняка, Гундарева, да? Это уже позже, да, Газарев, Немаляя, Игорь Костолевский, Миша Филиппов, там, да, ну, много, много, Таня Васильева, ведь очень много. В этом театре переработали практически все звезды, которых мы с вами знаем. Ну, и уходили многие, правда? Да, и уходили многие. У Гончарова был очень сложный характер, очень. Он мог... Деспот, да? Он мог обидеть людей незаслуженно. Даже тех, кто с ним прошел эту жизнь, 30 лет в театре. И тот же Армен. Почему? Армен же, Гарханян, ушел из театра. Из-за Гончарова, да? Андрея Александровича. Андрей Александрович. А Армен набрал курс. И попросил, зашел Гончарова, попросил у него, можно, когда заканчиваются будут репетиции, там, с трех часов дня до семи, до спектакля. Я со студентами буду рад, чтобы мне не ездить во ВГИК. У Гончарова какой-то бзик, и он Армену отказывает в этом. Хотя помещение свободное. И Армен обижается и уходит из театра. Слава театра, которые вместе они рожали этот театр с Гончаровым. Но должен вам сказать, что вообще Гончаров, он был, он безусловно талантливейший человек. Талантливейший. И я, вот я лично, готов ему очень многое был простить. За талант. За, да. Он, вы знаете, он не повышал голос только на трех людей. На Армена Джигарханяна, на Наташу Гундареву и на меня. Все. А там он мог кромсать людей, тех же Лазарева, Немоляева, которые... Заслуженных вроде людей. Ну, просто. Это характер жуткий. Ну, характер. Кромсать как? Карать, унижать? Ну, да. Да, да. Не заслужен обидеть. И даже был один раз, что Света Немоляева сказал, все, я ухожу из театра. Мы уходим, Саша, из театра, и я влетел к ним в гримуборную и их убалтал. Ребят, ну что вы не знаете Гончарова? Вы же знаете его лучше, чем я. Вы прожили с ним большую жизнь. И я ему действительно могу очень многое простить, Гончарову. Очень многое. Потому что он человек этого дома. Для него ничего не было, кроме этого дома. Но вы, тем не менее, для которого это тоже театр Маяковского, я думаю, был домом. Вы, тем не менее, бросили театр и ушли. Да. Поступок серьезный. Почему? Да, вот было несколько таких поступков в моей жизни. Таких очень крупных. Предположим, переезд из Питера в Москву. Опять с нуля. При всех популярностях. Москва жесткий город. И не ждет никто. Да. Опять с нуля все. Так что это нормально. И уход мой. Да, мы только что говорили о Гончарое. А Гончаров уходит из жизни. И мы понимаем, мы, я говорю, как бы члены художественного совета. Мы понимаем, что какой-то замены ему вот сию секунды нет просто. Он ведь очень мощная фигура была. И не готовил никого, правда? Это просто беда. Товстоногов. Никто, сколько лет был без главного режиссера. Казалось бы, такое количество учеников. У Гончарова, у Товстоногова, у Георгия Александровича. И в БДТ долгие годы никто не возглавлял. Вот Кирилл Лавров бедный мучился. Тянул этот воз. Да, тянул этот воз. Странно. И мы тогда так решили, что надо, чтобы ученики Гончаровские, режиссеры, а это очень мощная режиссура, Фоменко, Некрошисов, это все его ученики, поставили по спектаклю в сезон. Пока подойдет возможность выбора, и чтобы был человек, который бы не опустил ниже, а хотя бы удержал на этом уровне, которым был в то время театр. Хотя должен вам сказать, что последние спектакли Гончарова, он был, я думаю, это была одна из причин его ухода, его болезни Гончарова. Потому что последние спектакли были далеко не на том уровне, на котором он делал предыдущие. То ли ослабел физически, то ли... И это его, конечно, жутко волновало и очень внутренне бесило. И он, я думаю, что это была одна из причин его болезни и ухода из жизни. Вот ушел Гончаров, да, оказался такой, с таким сложным характером человек, хотя он мог и пошутить. Конечно, мы и дурачились. Даже в его время были у нас в театре и капустники, там и всякие дела, да, и мы дурачились, и все праздники проводили вместе. Но раздался звонок директор театра Михаил Петрович Зайцев, который прожил с Гончаровым все эти годы. И сказал, ребята позвонили там из управления культурой и сказали, что все, вот до Нового года надо назначать нового главного. И называть две фамилии. Я не буду произносить вторую, но... Первый Арцебашев, да? И среди этих двух Арцебашев. И я говорю, что да, наверное, Сережа лучше, потому что он помоложе и позаводнее, да. У него маленький театрик на Покровке, а тут такая махина. И все члены худсовета сказали, Сережа Арцебашев. Он пришел в театр, мы были очень рады, да, по ситуации сложившейся. Но так поменялся воздух в театре. Воздух. Я не предполагал такого. И очень сожалею, что называл эту фамилию назначения. Воздух поменялся, а я... Ну что мне с ними бороться? Зачем мне это надо? Мне уже... Кому что доказывать. Да, мне уже столько лет. Мрак. Просто мрак. Это я говорю к сожалению. Я совсем не радуюсь по этому поводу. Но была какая-то последняя капля, когда вы поняли, все, надо уходить. Я ушел из театра, да, которому я очень благодарен. Да, я там прожил 24 года. Я очень благодарен этому театру. И я там поимел массу прекрасных и светлых минут. Да и труппа замечательнейшая. Было у кого поучиться всем. Ну, да, но все началось... То ли это время, я не знаю, что это такое. Началось с того, что спектакль «Женитьба» был сыгран на свадьбе какого-то олигарха. Да, вы что? Да. И олигарх с невестой принимали участие в спектакле. Вы представляете? Вот это интересно. Я был просто сначала поражен. Во-первых, я был поражен моими коллегами, которые пошли на это. Ну, участники спектакля. А у какого олигарха вы знаете? Не знаю. Из Думы кто-то. Да не знаю. Сам факт меня поражил. Он способный человек играть в театре на свадьбе. Сам факт меня поразил. Но это было еще как бы не такой ударной волной, которая бы снесла меня из театра. Нет, я продолжал работать. Потом было еще масса всяких. Но потом у нас на ярусах в театре была вся история театра. В 85 лет уже. Афиши, портреты, да? Да. Там такие, кого же там только не было. Абабанова, Астангов. Ну, и так далее, и так далее. Я говорю, там в этом театре перебывали все. Замечательный, совершенно потрясающий артист. При Охлопкове еще Бабанова. Да, да. Мощные такие руководители. Театр в этом смысле везло. Да, Мирхольд, Охлопков, все такие гончаров, все громкие, активные. И, короче говоря, вот все это, всю историю театра выбросили во двор под дождь. В театре. Я когда увидел это, я просто озверил. Ну, просто озверил. Я собрал все, что можно было собрать. И у меня сейчас в офисе эти фотографии висят. Ну, а все размокло. История театра. Кошмар. И все, я сказал, что я ухожу из этого. Не могу. Но я понимал, что на моей роли очень сложно ввести. Ну, не было еще, не потому, что я такой хороший артист. Ну, просто не было еще такого. И я сказал, я буду играть, значит, до тех пор, пока вы не найдете артиста, чтобы ввести. Там было, осталось пять названий, по-моему. И я год работал. А потом они сказали какую-то гадость, уже относящуюся лично ко мне. И я просто повернулся и ушел. И больше туда, в театр, не захожу. Хотя живу в двух минутах от театра просто. У нас из спальни видна моя гримерка. Через двор просто. Поэтому я опаздывал всегда на репетиции. И много звонят из театра до сих пор, ребята. Мы очень хорошо общались. Была атмосфера нормальная. Даже при таком жестком руководителе, как Гончаров. Долгие годы вы были женаты на прекрасной актрисе, очень красивой женщине Али Балтер. Киевлянке. Я помню, до сих пор лет 10-15 назад по телевизору показывали программу, где вы с супругой ходите по улицам Киева. Она вспоминает, вот здесь она жила, вот здесь она училась. Здесь связана с этим ее первая любовь и так далее. Это была очень трогательная, щемящая программа. Как вы познакомились? Это произошло в Ленинграде тогда еще. И я работал на Литейном, театр драмы и комедии на Литейном. И меня пригласили в театр имени Ленинского комсомола сыграть роль Левинсона. Разгром Хадеева, да. Ну, это тоже отдельная история смешная. Но до этого я видел Аллочку в доме актера. Там тоже у нас были все капустники, но новогодние вечера. Я видел очень красивая девушка, значит, очень подвижная, очень эмоциональная, всегда принимающая участие в капустниках, поющая. И вокруг куча ребят всегда. Я был женат, у меня была хорошая жена. Хорошая, действительно. И ребенок маленький, Ксюшка, дочка. Но Георгий Александрович Товстоногов начинает репетировать и ставить «Висайскую историю». И назначает нас с Аллочкой. Я играл предводителя банды по артуриканцев. Она мою возлюбленную Аниту. Так все началось с Товстоногова. Да, вот он. Точно, точно. Вот. И мы как-то так... Вы знаете, в общем, короче говоря, я, конечно, очень обидел первую семью. Незаслуженно. Они не заслуживали моего ухода. Никаких ни малейших претензий я не могу к ним. Ко мне относились замечательно. И я замечательно относился. И очень благодарен тем годам, которые мы провели вместе. Но так случилось просто. Я не мог дышать. Я физически дышать не мог без Аллочки. И Аллочка, она не только красивая женщина, она очень мудрая женщина была. И она говорила им, нет, нет. Я не хочу, чтобы ты уходил из семьи. Не надо обижать так людей. Но наступил все-таки момент, когда я понял, что ну не возьму. Шановные друзья, сегодня у нас в гостях был прекрасный актор, народный артист России Еммануил Вітерган. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова